Игорь Николаевич, приветствую вас сердечно. Вот у нас наши друзья все заждались, когда же вы наконец появитесь. Все беспокоятся, спрашивают, чем помочь в плане здоровья и так далее. Все хотят вам здоровья, чтобы вы жили 150-200 лет и дальше, потому что, оказывается, вот эти проблемы ваши надо решать поскорее. Вот Андрей Белоусов выступил, это же кто? Это же министр обороны. Он выступил о том, что не согласны Китай и Индия больше отдавать свои ресурсы в пользу США и стран Европы. Министр обороны Андрей Белоусов дал понять, что энергоресурсов почти нет. А Росатом признал, что основные ресурсы на Земле сосредоточены в Уране-238 и Тории. И вот там выступали еще в интернете, мне прислал товарищ на канале Рой-ТВ, мне прислали ссылку, что там блогер говорил, как его фамилия Наташа? Калашников. Калашников блогер говорил о том, что сенсация, ядерный реактор какой-то есть. Что вы по этому поводу скажете вообще? Во-первых, я должен отметить, что это заявление Белоусова крайне серьезное. Наконец, уже на таком уровне стали признавать, что энергетические ресурсы на Земле заканчиваются. И более того, оглашать это, что называется, всенародно. То есть это любой пользователь интернета может прочесть. Это официальное заявление официального лица. Сегодня они, так сказать, собираются, вот организуют БРИКС с тем, чтобы задавить Запад, который потребляет львиную долю энергоресурсов и не дает развиваться Индии и Китаю. Но люди должны понимать, после того, когда Запад рухнет, с Европой, скорее всего, это уже может произойти этой зимой, то вслед за этим и могут начаться расприи внутри БРИКСа. Потому что два основных потребителя, там будут Индия и Китай, делить между собой остатки. БРИКС тоже развалится и начнется всеобщая самотоха. И вообще трудно комментировать, какая это будет жизнь. И на фоне вот такой ситуации вдруг появляется интервью сообщения Калашникова, что в котором содержится... Я ему раньше давал интервью, он был более-менее адекватным тогда. И мы, насколько я помню, вели адекватные разговоры, но последнее интервью меня просто обозлило. Просто блогер или он физик, Игорь Николаевич? Да нет, какой он физик? Естественно, он в этом деле ничего не понимает. Он просто транслирует то, что ему поручают сейчас из Росатома делать. И он, значит, озвучил такие положения. Первое важнейшее положение. И это означает, что Росатому это признал, что основные энергетические ресурсы на Земле сосредоточены в Уране-238 и Толе. Это вот первый важнейший факт. И что надо научиться их сжигать. И второй тезис, что они, дескать, предложили новую программу по использованию Урана-238 и Ториа. А вот это уже абсолютная ерунда. Потому что программу сжигания 38-го Урана в основном Торием практически не занимались. Но схемы это достаточно близкие. Там есть достаточно тонкие моменты, которые в такого рода передачах освещать не следует. Но в принципе, значит, из этих изотопов можно нарабатывать изотопы Уран-Плутоний-239 из Урана-238 и Уран-233 из Ториа-232. И вот эти вот два изотопа, они могут выполнять роль, которую сегодня в атомной энергетике выполняет Уран-235. Этой проблемой человечество занимается, начиная с 40-х годов. Инициировал эту программу, как известно, Энрико Ферми, величайший физик. Он понимал, что 35-го Урана мало, потребуется нарабатывать с 38-го Уран. И вот он предложил вот эту вот схему реакторов на быстрых нейтронах, которыми занимаются все. Ими занимался целый ряд стран. Наиболее продвинутые работы были во Франции, в Японии, в Соединенных Штатах. Все сначала кинулись в эту программу. Ну и Советский Союз тоже, естественно, этим занимался. Но вот эти вот прошедшие времена, уже порядка 80-ти лет, они дали абсолютно нулевой результат. Значит, эти программы оказались абсурдными. И сегодня все страны, за исключением России, от программы быстрых реакторов, они для краткости называются просто быстрыми реакторами, реакторами на быстрых нейтронах, я повторю, которые нарабатывают из 38-го Урана, Плутоний-239. В свое время даже бомбы по этой схеме нарабатывались, и Плутоний получался для бомб. Все страны отказались, и только Россия этой дурью продолжает заниматься. Но в последнее время произошли несколько принципиальных событий. Состоялся семинар в Курчатовском институте, где выступил Нигматуллин. Это академик, да, академик Нигматуллин? Нет, академик его брат. И он в своем докладе, все желающие его могут прочесть на сайте Атом.ру. По-моему, так он называется. И там подробнейше расписано, почему эти реакторы не могут быть созданы, что вся вот эта дребедень, которой Росатом занимается очень долго, ну, в частности, по программе «Прорыв», а я ее называю просто «Нарыв», что это абсолютно тупиковое занятие. И эта информация очень широко разошлась. Я даже с представителями Росатома беседовал. Она мне говорит, мы вам позвоним, мы вам позвоним, но звонков так и нет. Росатом уже понимает эту глупость. И на фоне этого появился какой-то деятель, забыл его фамилию, но Наташа рядом сидит, можешь подсказать. Как же Московую фамилию назвали там, Калашников с ним разговаривал, приветствовал в начале ролика. Да, да. Ну, неважно. Значит, кто-то выдвинул. Вот люди уже 80 лет этим занимаются и не могли выдвинуть. И сейчас какой-то деятель выдвинул новую программу наработки из 38-го урана плутония. Естественно, это абсолютная глупость. Вы там извините, Игорь Николаевич, он позже сказал, что на канале Рой Калашников также сказал, что ваш способ дорогой, а ускорителя не существует. Что вы на это... Ну да, вот я как раз хотел сейчас к этому подойти. 80 лет занимаются и стратили сумасшедшие деньги в ответе абсолютной ноль. А мне, для подтверждения моей технологии, она абсолютно безальтернативна, потому что уран можно... для того, чтобы сжигать уран, но уже нейтроны. А их можно получать только тремя способами. Тормояд, который сегодня уже все понимают, что стационарный термояд в земных условиях это абсолютная глупость. Меня в свое время попросили написать статью. Я ее написал, долго ее не публиковали. Сейчас она опубликована, и любой может ее посмотреть. Ее удалось проткнуть только Крухадзе, журнал технической физики. И там подробно объяснено, почему термояд не может работать. Второй источник нейтронов это реакция деления урана, которая происходит в реакторах. Либо в быстрых, либо в обычных. Для наработки плутония нужны быстрые нейтроны. Поэтому там можно использовать только это. Быстрые реакторы, про которые я сказал, что работают там уже 80 лет, в ответе ноль. И третий способ, который я предложил еще в середине 90-х годов, это получать нейтроны с помощью ускорителей. Теперь по цене. Они закрывают глаза на то, что они использовали миллиарды, но если даже долларов причем за 80 лет, я думаю, даже сотни миллиардов долларов, если же эта программа вдруг даже пойдет, что я абсолютно исключаю, то тогда вам надо будет построить быстрый реактор, обогатить уран, то примерно, если в обычных реакторах это примерно 4%, то тут 20-25%. Это очень дорогой процесс. Обогатить уран, получить грязные отходы, которые неизвестно, где хранить. Американцы вот уже не знают, что с своими отходами делать. И в Европе не знают. А в моей технологии нужно сделать просто один ускоритель богомолова. И человек набирается наглости и говорит о том, что у меня гораздо более дорогая технология. Более того, я уже говорил, что на программу быстрых реакторов миллиарды долларов, сотни миллиардов долларов истрачены. А мне, на подтверждение моей работы, и при которой были получены положительные результаты, что подтверждается протоколом, который утвержден замдиректором «Протвино», где мы выполняли этот ускоритель, и нашим бывшим директором Филипповым Геннадий Алексеевичем, там подтверждены положительные полностью результаты. Нам было выдано всего лишь 500 тысяч рублей. И вот эти вот люди имеют наглость говорить, что у меня, дескать, очень дорогая технология, технология, а у них дешево. Вот есть совесть у людей хотя бы несколько капель или нет? Игорь Николаевич, можно один вопрос такой, он может быть и звучал у вас в разных эфирах, но мне на самом деле очень непонятно. Там в «Росатоме» специалистов нету, что ли? Да, конечно, нет. А где они все делись вообще? Их всех выгнали, когда стало ясно, что «Росатом» нужен только для одного, чтобы поставлять обогащенный уран в Штаты, поскольку у них не было топлива для их реакторов, и тогда бы в Штаты давным-давно загнулись. После этого и стали поставлять не только урана, полученный на центрифугах, его мало, даже за счет боеголовок. У нас было 90 тысяч боеголовок, а некоторое время тому назад 20 тысяч. Протестов было огромное количество. И тогда всех людей, которые что-либо понимали в этом деле, удалили и поставили Кириенко, который ну ни малейшего отношения не имел к атомной промышленности вообще. А сейчас Лихачев, который тоже абсолютно ничего не понимает. Как вы сообразили, что надо вам препятствовать? Вот это же надо тоже ум иметь, правильно? Чтобы что делать? Чтобы вам препятствовать, как специалисту. Как они сообразили? Так это они делают очень просто. Как они задумали, что-то интересно. Богомолова убили, Волкова убили, мне здоровье испортили, я мучаюсь, сколько еще делать не знаю. Получается, что там нету поиска истины, а там чистейшая политика ради выгоды что-ли, или что это происходит? Это не политика, это борьба, ведь основное направление сегодняшнего, сегодняшней верхушки мира, а это иудеи, как я много раз объяснял, потому что они служат царю земному деньгам, это уничтожить минимум 5 миллиардов человек. А Чубаш же об этом официально заявил на Довозском форуме. Почему люди не читают основных документов? Чубаш же об этом заявил, что необходимо... Не хочется верить в то, что целая планета людей не обладает самосознанием, не обладает и подчиняется каким-то людям, которые ради денег готовы уничтожить столько людей. Ну, так вы сейчас выйти на улицу с каким-то лозунгом, с протестом, вас тут же иноагентом, потому что... Поэтому мы политикой не занимаемся. Это, конечно, это до определенного времени, пока, например, ситуация не назреет настолько, когда все выходят в 17-м году с красными флагами. И это произойдет. ромашка, вот там у вас белая ромашка наша, которую я вам подарил для того, чтобы вы всем могли сказать, вот наш ядерный реактор. Это я шучу, я юморист, и поэтому, чтобы немножко разбавить тему... Это не наш ядерный реактор, это символ нашего реактора. Да, Наташа, скажи. Можно уточнить, вот в этой передаче у Калашникова там, вот они обсуждали саму технологию, которую его гость предлагает, там речь шла о каком-то солевом реакторе, что вот все туда загружаем, и там о нагреве они говорили, и сравнивали, вот как с печкой буржуйкой, смеялись, ну и также Калашников задал вопрос, насколько это будет, ну как бы опасно, экологично, какие будут отходы вырабатываться, вот, но гость не очень так прямо на это ответил, там немножко уклончиво, там кажется он Дейтерий упомянул. Не, но вот гость это физик или кто? Гость. Ну да. А физик ядерный гость вот у него был у Калашникова, да? Вот, а они что за технологии, что вот они предлагают, они это прям как что-то новое сейчас я хочу понять, гость был физик ядерный, специалист был или это тоже блогер какой-то, это кто был у Калашникова, у блогера, кто там? Ну, наверное, он какое-то отношение к физике имеет, и поэтому рассуждал, но говорил абсолютные глупости, потому что соляными реакторами занимались тоже очень много, искали на этом пути решения проблемы, и ничего не нашли. Что он первый это произнес? Это уже соляные реакторы минимум лет 60 уже говорят. жидко-солевой реактор написано на природном ране, беседа Максима Калашникова и Александра Мозгового, ведущего инженера физического института РАН, вот, на телеканале РОЙ-ТВ. Ну вот, физический институт Академии наук, во-первых, к реакторустроению не имеет ни малейшего отношения, и, значит, соляные реакторы, как я сказал, известны уже минимум 60 лет, и занимались ими настоящие специалисты, потому что институт физики Академии наук, он занимается совсем другим проблемами, там Ландау работал, даже, который никогда к реакторам никакого отношения не имел, и все, которые там тоже работают, поэтому я даже удивляюсь, что человек, который это... А может, мы его пригласим к нам на канал, чтобы вы с ним поговорили, Игорь Николаевич? Да ради Бога! Давайте сделаем такую, Наташа, пожалуйста, напиши, пиши. Да, попробуйте, любого, я пытаюсь... Здесь написано, что это будет обсуждаться 11 ноября, проект атомного жидко-солевого реактора на природном уране ТОРИАЯД с внешним источником быстрых нейтронов от коллайдера плазменных компактных ТОРов, вот так вот здесь написано. Ну, я понял, значит, они нейтроны собираются брать вот то, что они раньше называли термоядом, а теперь это вот устройство типа магнитных ловушек. Я сказал, что я написал статью на эту тему, это совершенно непродуктивный, это у меня в статье написано, что такой источник нейтронов это очень-очень плохой ускоритель. Гораздо лучше сделать настоящий просто ускоритель богомоловский, тем более, что он сделан в Сарове и всю документацию передали Соединенным Штатам. Почему нельзя делать обычный ускоритель и сжигать по той схеме, о которой я говорил, причем тут соляной реактор. Это глупости все. То есть они начинают подползать к моей схеме, то есть внешний источник нейтронов и облучать уран 238-й. Так гораздо проще. Надо просто сделать и там не только уран, а я получил авторское свидетельство там огромное количество приложений. И плутоний 238, и плутоний 239, и этот, как его, для автономных источников, ну даже никель 63 и так далее, и так далее. У меня там масса. с помощью такого способа, который вот здесь вот они предлагают, можно получить вот эти вот необходимые никель, там 63? Да нет, конечно. То есть это не решит проблему энергетическую? Конечно. Это, во-первых, безумные цены, поскольку вот эти магнитные ловушки с коэффициентом полезного действия ноль. Они, ну я по физике не буду рассказывать, там в магнитном поле частицы крутятся, иногда сталкиваются и излучают. И пока они крутятся, все, что в них накачивают, они излучают. Поэтому КПД там ноль. Это глупость несусветная. Наработать плутоний смогут в таких реакторах, наработать плутоний, например, там они смогут в таких реакторах. Ничего, на это ни один разумный человек даже никогда финансирования не дал. Игорь Николаевич, вот Наташа, извини, пожалуйста, вот у меня такой вопрос сокровенный. Ну надо бы в очередь сказать, твое правильное было предложение, прямую дискуссию. Когда я с Калашниковым говорил, вот Наталья свидетель, он кроме глупости вообще не говорил. Я впервые от него услышал такую ерунду. Вот я хочу спросить, Игорь Николаевич, мне на самом деле не очень понятно. Вот допустим, мы добьемся того, что пригласим этого товарища, и он придет к нам на канал, и будет у вас дискуссия. И вот вы человек такой резкий, поскольку вы настолько убеждены в своей правоте, у вас огромнейший опыт за плечами работы в этой области, и вот вы будете с ним разговаривать. Как вы найдете общий язык, чтобы вместе искать истину, если он вас не слышит, а вы вдруг его возьмете еще и как-то вот резким тоном. Болваном назову. Да, да, да. Как быть, как быть, я же обязан как-то вот уберечь ситуацию, чтобы вы друг понимали. Так при этом будет, главное, что при этом будет, это объективные судьи в виде зрителей. Так, так. Вот все. Поэтому я и добиваюсь публичной дискуссии. короче, Наташа, напиши, пожалуйста, письмо и Федю попроси, чтобы он тоже написал письмо, чтобы к нам на канал для разговора с Игорем Николаевичем. Ну, напишите так, что я шучу сейчас, конечно, что я там гипнотизировать никого не буду, потому что вы не боялись выйти к нам на канал. Я пошутил сейчас, я юморист. Мы просто наведем на него белую ромашку. Не, ни в коем случае. Я как раз это хотел сказать, он не достоин этого. Ну, вот, 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 ну, а как же мы его пригласим? Надо, надо, чтобы он чувствовал, что мы к нему хорошо относились. Нет, ромашка у меня будет на голове, как вся. хорошо. Игорь Николаевич, если вы позволяете, мы тогда напишем ему письмо и пригласим его к нам на канал. Конечно. Все, договорились. Спасибо большое. Наташа, у тебя есть вопросы еще? Нет. Я понял, что все это глупости, нужен интересный, компетентный разговор, компетентного человека с тем, чтобы он не обращал внимания на наш юмор, на вашу резкость, что мы по-человечески поговорили. И вот тогда зритель оценит и скажет, как нам быть дальше. А сейчас я вам еще раз хочу передать привет, пожелания здоровья, да, не поднимать тяжести по утрам. Я как доктор говорю, не поднимать тяжести по утрам. А ромашку несите перед собой, как флаг. Да, и чтобы ромашку поднимать по утрам, чтобы не харкать по ночам. Так, вот, поэт, наш Острецов поэт, потому что только поэты доносят свои мысли до веков и поколений. Поэт это человек, который говорит с вечностью. Нет, это не так. Это до больших масс. А мысли доносят до больших поколений. Например, Ньютон мы до сих пор или Максвелл. Если бы не было мыслей Максвелла, мы бы все сидели в темноте. Так, очень хорошо. Вот я, наконец, как врач и психолог, постепенно, постепенно начинаю погружаться и понимать слова физика, ядерщика, знаменитого ученого, профессора, доктора наук, который руководил институтом. Не забывайте, друзья, кто этого не знает. Руководил целым институтом, где занимались этим специально. А теперь, друзья, всем доброй ночи. Пишите комменты, ждите нашей новой встречи и готовьте тоже вопросы и пожелания. До встречи. Спасибо, Игорь Николаевич. Спасибо вам. Здоровья вам вечного, вечного долголетия. Спасибо. Спасибо. Спасибо.